Девушки отдыхают В конце мая нанесли их на дорогу Нанесли нечеловеческий удар По всем автомобилистам города Кирова Ты знаешь, как подвеску жалко? Ну да, немного потряхивает Наташа Немного потряхивает Это не то, о чем пишут в комментариях Ладно бы водители Водители у нас любят жаловаться Иногда есть за что Разметка, которая в городе Она немного странная Я встречалась с этой разметкой на трассе На опасных поворотах И вот она там Уже и часто И там вот такой Как стиральная доска И ты правда снижаешь скорость Потому что ты такой Что происходит с машиной Ты снижаешь скорость Потом впервые я с шумовой полосой Столкнулась в Европе, но с боковой И там она видимо другим способом Нанесена, сфрезирование На трассах их наносят Да, чаще всего В городе, мне кажется Я не знаю, это российская практика Или может быть нет Мы сейчас спросим у Михаила Рябова Начальника ГИБДД по городу Кирову Подполковника полиции Михаил Александрович, добрый день Добрый день Мы тут с Дарьей начали вспоминать Опыт Столкновения нашего С вот этими шумовыми полосами Ощущение есть такое, что Раньше мы с ними сталкивались только на трассах Вот эта практика Это кировская практика Российская практика Или где-то еще практикуется в городе именно наносить Перед пешеходными переходами Ну, дело в том, что шумовые полосы Наносятся в соответствии с требованиями ГОСТ Они есть нескольких типов Есть, так скажем, предупреждающие Назовем их так условно Для понимания шумовые полосы Которые именно наносятся на трассах И они предназначены для того, чтобы водителя Ну, скажем, привести в чувство Которые в утомленном состоянии находятся Может быть, близок к тому, чтобы заснуть за рулем И перед опасными участками В основном перед пешеходными переходами Такие шумовые полосы наносятся Они воздействуют при помощи вибраций На подвеску транспортного средства И приводят водителя в чувство И другой тип, о котором мы сегодня с вами говорим И шумовые полосы, которые были в последнее время Нанесены у нас на территории областного центра Это шумовая полоса, которая воздействует Именно на скоростной режим То есть она призвана в первую очередь Не для того, чтобы водителя привести в чувство Который в утомленном состоянии засыпает А для того, чтобы максимально воздействовать На скоростной режим Перед какими-то опасными участками Это как вообще работает? То есть машину жалко? А вообще, насколько действительно Если не притормаживать Можно вот угробить подвеску? Это вообще сказывается на подвеске? Как раз на этой направленной параметре Шумовой полосы вот этой Чтобы пересечь ее Так скажем, без каких-либо серьезных последствий В том числе для транспортного средства Можно было только с тем скоростным режимом Который подходит под параметры Этой шумовой полосы Дело в том, что ГОСТом В соответствии с которым Наносятся эти шумовые полосы Параметры выбираются Исходя из того скоростного режима Который рекомендуется на данном участке Чтобы он был максимально безопасным Чем шире, выше параметры этой полосы Тем, соответственно, скоростной режим ниже Это зависит от особенностей участка От его аварийности От возможности водителю применить Своевременные меры В случае неожиданного появления Допустим, пешеходов на проезжей части И так далее Поэтому здесь, конечно, водитель Который беспокоится о своем Транспортном средстве Он снижает скоростной режим До тех параметров Которые предусмотрены Вот именно этой шумовой полосой И теми предупреждающими знаками Которые здесь установлены А вот эти пять участков Где сейчас нанесены эти полосы Там какое ограничение скорости? Везде одинаковые или разные? Ну, вообще, вот те шумовые полосы Которые у нас нанесены Они рассчитаны на порог снижения Примерно до 25-20 км в час Вот, я вчера на 30 ехала И я понимаю, что я еду на 30 И все равно трясет машину Да, да, вот как раз При скорости 20-25 км в час Эти полосы преодолеваются Максимально комфортно И без каких-либо последствий Михаил Александрович, еще такой момент Вчера видела тоже в соцсетях Жаловали, сама, к сожалению, не обратила внимания Перед ними есть какие-то предупреждающие знаки Кроме ограничения скорости Как вот перед лежачими полицейскими Или только знак ограничения скорости Ну, скоростной режим, да Как бы, вот если человек Водитель транспортного средства Следует требованиям дорожных знаков И сокращает скоростной режим До того значения Которое обозначено на дорожных знаках Соответственно, он это препятствие Проедет абсолютно безболезненно Да, просто вопрос в следующем Кировские водители Те, кто часто ездят по городу По каким-то маршрутам И уже сталкивались с этим нововведением Да Они знают, где расположено Но знают, например, не все Условно, по проспекту строителей Не все ездят каждый раз В какой-то момент Когда вот такой водитель Внезапно наедет На вот эту шумовую полосу И резко сбросит скорость Не въедет ли в него кто-нибудь сзади В этот момент Ну, здесь я хочу посоветовать Водителям транспортных средств Транспортных средств В первую очередь Быть предельно внимательными Смотреть за окружающей обстановкой И за теми техническими средствами Организации дорожного движения Которые установлены И которые будут предотвращать Вот такие неприятные последствия Давайте адреса тогда назовем еще раз Где они появились Я знаю три адреса Проспект строителей Улица Карла Маркса В районе перекрестка Смаклина Возле ботанического сада И администрации И Октябрьский проспект Туцирка Значит, всего в текущем году На данный момент Данные шумовые полосы Нанесены на пяти участках Это два участка На улице Карла Маркса Один вы озвучили Это в районе городской администрации Пересечение с улицы Орловской Другой на участке от Преображенской Для труда Это в районе поликлиники На спуске у Удранского агента бывшего Дальше это проспект строителей В районе дома номер 7 Это улица Казанская На участке от Розы Люксембург до труда Это в районе перекрестка С улицей Мопро И Октябрьский проспект 147 Это в районе цирка Аварии по той причине Которой я выше говорила Не случалось на этих Участках пока? Ну пока мы На данный момент Таких у нас обращений не было Да, Михаил Александрович Видели ли вы что происходит В социальных сетях По поводу шумовых полос Я просто сейчас Из злого кировчанина Результаты опроса Могу озвучить Там более 2300 человек Проголосовало в вопросе Нужны они или нет И 76% говорит Что не нужны Конечно, может быть Это не все Водители Есть жители Которые жалуются На шум От вот этих вот полос Ну то есть Невозможно окна открыть Говорят люди На проспекте строителей Ночью Потому что машины Грохочут Я понимаю Что тут может быть К воспитанию водителей Вопросы Да И к тому Что они Не думают Об окружающих В том числе О домах Близ стоящих Но тем не менее Безусловно Мы в ежедневном режиме Мониторим Средства массовой информации В том числе Социальные сети Паблики различные На предмет Каких-либо Жалоб Обращений В том числе По организации Дорожного движения И есть такая тенденция Что любые Какие-то новшества Изменения Которые происходят В организации Дорожного движения В первое время На первом этапе Ну буквально Там месяц-два Они Как правило Вот Такое Возмущение Некий негатив Они вызывают То есть Мы это проходили С круговым движением На проезжей Когда Первоначально Просто шквал Был вот таких Обращений У нас Это было Когда Стали приводить Дорожную разметку На территории Областного центра В соответствии С требованиями Стандартов И как она Должна быть Нанесена Это когда люди Ходили Закрашивали Чтобы во дворы Въезжать Да Мы все это Прекрасно помним И сейчас Вот Снова Мы Проводим Мероприятия Которые Изменяют Несколько Организацию Движения На определенных Участках И снова Есть определенная Волна негатива Здесь Вопрос Так скажем Привычки То есть Понятно Что когда Человек Спокойно По этой же Улице Строителей Проезжал Даже Может быть В рамках Разрешенного Скоростного режима У нас на территории Населенных Пунктов Допускается 60 км Час И ездил Каждый день 60 км Час И сейчас На этот участок Вынужден Проезжать На скорости 20 км Час Причем Это не одно Препятствие Это несколько Следующих Друг за другом Это порядка 50-70 метров Он вынужден Резко Снижать Скорость Это я говорю С позицией Возмущенных Водителей С точки зрения Жителей Которые Живут В близлежащих Домах Они становятся Жертвами Ну повышенного Так скажем Шума Здесь тоже Первое время Сталкиваются С тем Что Есть водители Которые Во-первых Ну как вы сказали Есть категория Водителей Которые не обращают Внимания На дорожные знаки И едут С прежней скоростью И неожиданно Сталкиваются С таким препятствием Соответственно Некий повышенный Шум ощущается Есть те которые Ну просто игнорируют Там транспортное Средство Не жалко Тоже на скорости Это проезжает Потому что Вообще-то Шумовая полоса Она При соблюдении Всех требований К ее прохождению Она не будет Вызывать Какого-то Повышенного шума Каких-то неудобств И так далее Здесь Весь вопрос Во-первых В ответственности Наших участников Дорожного движения В первую очередь Водителей Которые должны Соблюдать Собственно Те требования Которые предъявляются К участникам Дорожного движения Ну а во-вторых Это вопрос Привыкания Так или иначе Все равно Участники Дорожного движения Окружающие Привыкают К тем условиям Которые созданы Для дорожного движения Здесь мы И в пешеходных переходах То есть те участки Которые мы Собственно Сейчас Вот этими Средствами Организации Движения Пытаемся Защитить Соответственно У нас есть Положительные Примеры Проведения Мероприятий По повышению Уровня Безопасности Где Мы Ликвидировали Места Концентрации ДТП Где уровень После проведенных Мероприятий Уровень Аварийности Снизился В разы А можете Привести Какие-то Конкретные Примеры Чтобы Наглядно Было понятно Одно из Так скажем Нововведений Которое было Два года назад Реализовано Это Семь перекрестков На которых Введено Ограничение Скоростного режима До 40 км в час Мы тоже помним Волну возмущения Что как так Сейчас весь город Встанет в пробках Почему мы должны Вот там Плестись Условно Но Как показывает Статистика Мы в разы Сокрутили Вот допустим Перекрестки Московская Производственная Воровского Производственная Аварийность На этих перекрестках С точки зрения Тяжести Последствий Сократилась В разы После Установки Там Ограничивающих Скорость Движения Дорожных Знаков И Комплексов Автоматической Фиксации Правонарушений И мы Ожидаем Такой же Положительный Эффект После Обустройства Шумовых Полос Здесь Кроме того Нужно понимать Что Это Принимается Решение Владельцам Уличной Дорожной Сети Это Все Обсуждается Это Все Моделируется То есть Как Как эта Ситуация Будет Развиваться Все Это Прогнозируется И только Потом Владельцам Уличной Дорожной Сети Принимается Решение Да Да Людей Не Предупредили Которые Например На улице Строителей Или Карла Маркса Живут Я Сейчас Не Автомобилистов Даже Имею Ввиду А Жителей Что Внезапно Под окнами О чем Их предупреждать О том Что водители Не будут Соблюдать Правила Дорожного Движения Ну Да Михаил Александрович Еще один Вот момент Тоже Из комментариев ВК Люди Спрашивают Установлены Ли эти Полосы В соответствии С ГОСТом В ГОСТе Четко Прописано Что каждая Такая Полоса Должна Иметь Скос Со стороны Движения Транспорта Соблюдается Ли это Требование Действительно Есть такое Требование И соблюдается Ли оно Ну Как я уже Сказал Все Средства Организации Дорожного Движения То что мы видим На дороге Это Приводится В соответствии С требованиями ГОСТ Есть соответствующие ГОСТ В котором Определены Параметры По величине Снижения Скорости По необходимому Количеству Полос По расстоянии До опасного Участка Между полосами И их высота Там ширина Все Все это Прописано Поскольку У нас Вот Мероприятия По обустройству Шумовых Полос Только что Только что Они вот Буквально Только завершились Мы на следующей неделе Совместно С владельцем Уличной Дорожной Сети Проведем Обследование Вообще В целом Уличной Дорожной Сети И в том числе Вот этих Пяти участков Где оборудованы Шумовые Полосы Мы Техническими Средствами Проверим Их На соответствие Вот тем Параметрам Которые Определены ГОСТ Если В каких-то Значениях Будут отклонения То соответственно Все это Будет Приводиться В соответствии С нормативными Требованиями Удивительно Конечно Мне казалось Что вот эта История На соответствие ГОСТам Должна проверяться В тот момент Когда Закончены Работы Ты прекрасно Знаешь Что работают Подрядчики Как подрядчики Которые равняют В кавычках Бордюры С асфальтом Им каждый год Говорят о том Что бордюры Должны быть вровень И они каждый год Эти бордюры Поднимают Потом переделывают Михаил Александрович Последний вопрос Из комментариев Задают люди Спрашивают Почему Не лежачие Полицейские Ну Здесь Два Две причины Два момента На которых Хотелось бы Не остановиться Во-первых То что Те участки На которых Оборудованы У нас сейчас Шумовые полосы Это достаточно Широкие Магистральные улицы С интенсивным Движением Как показывает Практика Эффективность Применения Искусственных Дорожных неровностей Так называемых Лежачих Полицейских На таких Участках Период Их Эксплуатации Крайне Небольшой То есть Та большегрузная Техника Тот Объем Техники Который Проходит Приводит Очень быстро Искусственные Дорожные Неровности В негодность И соответственно Эффект Который ожидаем От Искусственных Дорожных Неровностей Он Очень быстро Снижается И Второй Причиной Здесь Можно Назвать Это Так называемый Сдерживающий Эффект То есть Все-таки Сдерживающий Эффект Шумовых Полос Он Гораздо Выше Нежели Так называемых Лежачих Полицейских Вот По этой причине Был Обсужден Вопрос О Возможности Применения И по крайней мере Оценки Того Как Они Повлияют На Дорожную Ситуацию Да Скажите нам Еще пожалуйста А они Где-то Появятся Еще Вот Эти Шумовые Полосы В этом Году Или В следующем Планы Как Ну В текущем Здесь конечно Решение Еще раз повторюсь За администрацией Города Оба устройства Принимает администрация Но Хочу сказать Что В текущем Году Такие Шумовые Полосы Больше Не появятся Нигде То что Касается Следующего И последующих Лет Все будет Зависеть От того Как покажут Шумовые Полосы Вот Те Которые Обустроены То есть Мы в любом Случае Любые Изменения В организации Дорожного Движения Мы мониторим Ситуацию Будь то Разметка Будь то Круговое Движение Либо Шумовые Полосы Мы анализируем В первую очередь С точки зрения Влияния На состояние Аварийности Если Положительный Эффект Мы будем Иметь То Эти вопросы Будут обсуждаться В дальнейшем Понятно То есть Это такой Пилотный Проект Что называется Посмотрят Как работает Да Да Спасибо большое Михаил Рябов С нами был на связи Начальник ГИБДД По городу Кирову Подполковник полиции Сейчас еще у ЦУРа Спросим Как они Смотрят на эту проблему Потому что К ЦУРу Тут просто уже Фактически Адресные обращения Обращаются к людям Ну вот смотри Я не знаю Насчет Четырех других участков Но вот этот Полоса Которая на проспекте Строители Я вот проезжаю Там как раз Каждый день И вообще Если честно Вот этот отрезок Между ипподромом И Воровского Там Зачем вообще Разгоняться В принципе Потому что Там несколько Пешеходных переходов С достаточно Большим трафиком Там ночью Очень большие скорости Развивают люди После того Как дорогу сделали Там ряд Медицинских учреждений Там колледж То есть постоянно Ходят дети Подростки Это днем А ночью Там все время гоняли Ночью гоняют Везде Я не знаю Что с этим делать Это должна Какая-то отдельная работа С этим вестись С ночными гонщиками Я к тому Что днем Разгоняться Нет никакого смысла В принципе Он даже если ты Разогнался Под 60 То ты тут же Будешь ехать 10 через 20 метров Это правда Да Игорь Панкратов С нами на связи Руководитель Центра управления Регионом Кировской области Игорь Владимирович Здравствуйте 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 Скажите Скажите Анализируете ли вы Количество постов В соцсетях Сюжетов СМИ Там Не знаю В официальных обращениях По поводу Вот этих вот новых Приспособлений Для безопасности На дорогах Так называемых Шумовых полос Видите ли вы Что растет Количество жалоб Ну да Конечно Мы анализируем Любые сообщения Которые И комментарии Которые пишут В социальных сетях То что касается Каких-то проблем Какого-то Может быть Недовольства Со стороны Жителей И эта проблема Она также Где-то Ориентировочно С 3-го числа Начала Появляться В социальных сетях На данный момент На сегодняшний день Опубликовано В социальных сетях И в том числе И в СНИ 122 сообщения По этому поводу Это где-то у нас 22 Это Треста массовой информации И 100 В социальных сетях Вот Ну в основном Это у нас Пишут Люди Вконтакте То есть И такие сообщения Да Мы фиксируем И на данный момент Вот количество Увеличивается Каждый день А можно Как-то Структурировать Да Эти жалобы На что Жалуются люди На то Что это Негативным образом Сказывается на автомобиле Или на том Что нужно снижать скорость Или от того Что пишут вообще Люди Которые не сидят за рулем Живут рядом И говорят Что они шумные Проводили ли вы такой анализ Или нет пока Ну мы его начали проводить Потому что тема возникла Вот Не так давно То есть В первую очередь Идут жалобы Конечно Связанные с шумом Задают вопросы Ну то есть Есть действительно Вопросы там Сделано Вот как вы сейчас В эфире говорили По ГОСТу Есть ли скосы Шум От этого Повредится ли Подвеска Под подвеска И вот сейчас На данный момент Вот мы Так же Перед собой Ставим Такую задачу Вот мы И разговаривали Направляли И в Администрацию И в ГИБДД Ну как бы Эту информацию И предлагали О том Чтобы Как можно шире Надо Рассказать эту тему Надо Объяснить В чем Ну как бы Цель Вот этого Установки Этих полос Если какие-то есть Действительно Ну то есть Обоснованные вещи По которым Там что-то нарушено Неправильно Там сделано Нету где-то скосов Или можно Что-то переделать Ну то есть Это естественно Надо переделывать И я думаю Что в ближайшее время Как сказал Представитель ГИБДД На следующей неделе Будет выезд И эти все Темы будут затронаны Но я Насколько знаю Работы Окончательно Еще не приняты И поэтому Я думаю Что есть возможность Для какой-то Корректировки И внесения Каких-то поправ Для того Чтобы не только Соблюдалось Безопасность Дорожного движения Что очень важно Да И Но И в том Что были учтены Также И Ну как Мнение жителей Которые живут Рядом Вот с этим Дорожным полотном И с этим Представлением Да вот Из этих Пяти участков Два Мне кажется На жителей Близлежащих домов Влияет Вот это как раз Проспект строителей И улица Карла Маркса Вот возле Транспортного агентства Вот здесь Где нам говорили Дальше Все Ну как Ну как Ну Мнения жителей Да И на эти мнения Отвечать И Ну то есть Давать какой-то ответ Где они обоснованы Где они обоснованы И каким образом Снизить Вот Вот этот Негативный эффект От В принципе Позитивной идеи Игорь Владимирович А смотрите Да Ну то есть Если Брать Вопрос Отработки Жалоб То есть Одно дело Если Шумовые Эти полосы Действительно Выполнены Подрядчикам С нарушением Каких-то ГОСТов ГИБДД проверит Выяснится Что нет Каких-то скосов Еще чего-то Все поправят И Ну Можно считать Что какая-то часть Там народных волнений Уляжется Но Если предположить Что эти шумовые полосы Уже сделаны По ГОСТу То есть Все правильно Никаких нарушений нет Что же с этими жалобами Мения шумно не будет В таком случае Что будете людям отвечать Или как вообще Обрабатывать эти жалобы Которые по сути Ну То есть Никакого нарушения нет Ну Это мы Естественно Будем уже После проведенной Проверки Принимать Эти решения Я на данный момент Не могу Дать четкое свое мнение Потому что Не являюсь специалистом В дорожном движении Поэтому Когда Вот это Мы проведем Проект Может быть Мы постараемся И сами в ней Поучаствовать Ну То есть Чтобы Из первых уст Понять И задать Может быть Также И обратить внимание На те вещи Которые Ну Когда будет Это проходить Проверка Которая Появляется В социальных сетях А уже Исходя Из Отключения Будем уже Ну как бы Принимать Годнейшие Решения О том Как Выстраивать Вот это Общение И что отвечать людям Еще Игорь Владимирович Такой вопрос Скажите Проверка Будет только Дорожного покрытия Или уровень шума Тоже будут замерять В том числе В ночное время Вы не знаете Случайно На данный момент У меня такой информации Нет Но я думаю Что мы Таким предложением Обязательно Выйдем Потому что Это одна Из основных Претензий Которая Звучит В социальных сетях Поэтому Я думаю Что это будет Ну как бы Правильно И Наиболее Объективно Тогда будет Это осуществляться Проверка То есть Мы Таким предложением Обязательно Выйдем Да Спасибо большое Игорь Панкратов С нами был на связи Руководитель Центра управления Регионом Кировской области Мы сейчас Пойдем на рекламу После рекламы Еще поговорим С Константином Сичихиным Руководителем Рабочей группы По контролю За ремонтом И содержанием дорог У них уже есть Вопросы К этому Волшебному Нововведению Дневной разворот Продолжаем Шумовые полосы На городских Дорогах Не оценили Кировские водители Не оценили 2300 проголосовавших В взлом кировчане В вопросе Который там размещен Нужны они или нет 76% Больше Тысячи По-моему 700 человек Говорят, что нет Я тебе говорила уже Что Очень Загадочный комментарий Встретился мне Как раз По-моему Под этим постом Где я размещу Напрос Молодой человек Не знаю Молодой Или не молодой Уж не стала выяснять Написал, что Из-за этих шумовых полос Ему приходится О боже Практически останавливаться Перед пешеходным переходом Там столько негодований Из-за того, что Перед пешеходным переходом Которые Как я уже обращала Твое внимание Заставлены настолько Что иногда Вообще не видно подходов Есть там люди Нет людей Да ну сбрось скорость Ну правда Не, ну скорость сбрасывают Наверное Все дисциплинированные водители Но останавливаться Это не предписывают Ведь правил Ну вот здесь Вот эти шумовые полосы Не знаю Там лежачий полисейский Что-нибудь Я ехала На 30 км в час Мне некомфортно Мне машину жалко Хоть она у меня и старенькая Константин Сичихин С нами на связи Да, руководитель рабочей группы По контролю за ремонтом И содержанием дорог И член общественного совета При федеральном дорожном агентстве Костя, добрый день Добрый день Да, скажи, пожалуйста Ты анализируешь Количество жалоб Которые в кировских социальных сетях Появилось по поводу Вот этих шумовых полос И как тебе кажется Ожидаемой ли это ситуация Ну, мы не только анализируем Количество жалоб Вообще самопалату Тоже эти жалобы уже поступали Непосредственно на рабочую группу И на сегодняшний день От лица рабочей группы От лица общественной палаты Написано Два письма В администрацию города И в прокуратуру Кировской области Используя провести проверку А в администрацию города Обосновать на основании чего Были именно установлены Эти шумовые полосы Да, мы знаем, что был контракт Порядка на миллион восемьсот Еще зимой отторгованы С исполнением на 31 мая Установки шумовых полос На улице города Кирова Там порядка четырех улиц Это улица Производственная Проспект Строителей Профсоюзная, если я не ошибаюсь И еще один участок Четвертый должен быть Не, нам другие немножко Адреса ГИБДД называл Ну, ладно, неважно Пять участков в городе Но, может быть, они поменяли в рамках Они имеют полное право поменять Как бы в рамках контракта Может быть, по письму ГИБДД Было изменение какое-то Константин не в городе Сейчас, видимо, еще сам на себе не опробовал Да, я так понимаю Эти участки Да, я на себе Не, ну, я езжу много Я много сталкиваюсь с шумовыми полосами Особенно на трассах На федеральных трассах На региональных дорогах Ну, на мой взгляд, в городе Они не приносят того эффекта Который должен быть А вот в социальных сетях Люди говорят, что практически останавливаются Перед пешеходным переходом Очень этим недовольны Значит, эффект-то есть? Ну, эффект-то есть В плане торможения Но я не думаю, что водители Очень сильно радостные Да, и радостные жители Которые живут вблизи Установки по шумовых полос Так ведь не для радости водителей Константин делается-то ведь это Ну, для безопасности Дорожного движения Но в рамках городской черты У нас много других Различных способов Для ограничения движения транспорта Вплоть до лежачих полицейских Либо установки дорожных знаков С ограничением движения Скоростного режима Ага, на которые никто не смотрит Ну, почему не смотрят? Если будут работать сотрудники ГИБДД Либо будут установлены камеры Видеофиксации Я думаю, что многие будут На это смотреть И принимать Если не существенно, то рублем Но почему бы не комбинировать Правда эти средства То есть где-то лежачие полицейские Где-то шумовые полосы Где-то заужение проезжей части Для снижения скоростного режима Чтобы водители не расслаблялись И знали, что здесь может быть Одно препятствие Здесь другое Здесь третье Чтобы не было автоматизма Ну, как бы в городе У нас, конечно, стараются Это комбинировать Как вы правильно говорите Но в большинстве случаев В городской черте Я не знаю Там ни одно исследование Уже прочиталось Экспертов По поводу установки шумовых полос В городской черте И в большинстве случаев Эксперты говорят Что это не приводит К желаемому результату На сегодняшний день Особенно это даже ухудшает Ухудшает сцепление автомобиля При торможении Так как шумовая полоса Это пластика А с пластиком Как знаем Пластических сцеплений нет И при торможении Если резко Поподробнее То есть по пластику Скользит машина Машину, что ли, поведет? Ну, конечно, скользит И есть не одно уже исследование На сегодняшний день Ну, если там Даже зайти в интернет Почитали То много уже исследований Которые говорят о том Что тормозной путь При шумовых полосах У транспортных средств Он увеличивается Так как сцепление с покрытием Уменьшается Особенно это Либо в дождливую погоду Либо уже в зимний период времени Шумовая полоса Она же служит Не для эффекта Улучшения торможения Например, да Она просто Дает Как бы Немножко водителя Заставляет задуматься Либо Когда он отвлекается Во время движения Шумовая полоса Его приводит Внимание Концентрирует Поэтому в основном Шумовые полосы Используют на трассах На невгородских чертах Чтобы водитель Более был сконцентрирован Особенно при опасных Либо поворотах Либо при подъезде К населенным пунктам Либо к подъезду Каким-либо Ну там Пешеходным Нерегулируемым Либо к какому-то Опасному перекрестку Особенно еще Сейчас в последнее время На федеральных дорогах Применяют В виде фрезы Шумовые полосы По обочине Ну вдоль обочины То, чтобы с обочинами съезжали И концентрировался Во время движения Ну например У него машину Он там Повело Он там Высыпать начал Он повело его И когда он К обочине приближается Понятно Машина заезжает На шумовую полосу И сразу происходит Эффект Вот для этого И существуют Шумовые полосы И Да Они отчасти Обезопасивают Движение транспорта Или как бы Дают внимание Для водителя Но эффекта В плане Там Какого-то там Не знаю По поводу Например Это уже торможение Как бы это ухудшает Да Константин Еще вопрос Вот Насколько мы поняли Сейчас эти пять участков Кирове Это такой эксперимент Посмотрят в этом году Как они работают И если Он себя оправдает То возможно Они где-то появятся еще Если не оправдает Вот я не очень понимаю Их убирать что ли будут Мне кажется Их могут зимой Убрать техники Я все равно думаю Что они себя оправдают Потому что Мы уже видим Эффект В плане Там Водители Затормаживают Перед пешеходными Переходами И не ради того Что там дорожные знаки Стоят А ради того Что там проехать И не Как бы Подвеску Жалко Это называется Да Подвеску Жалко В данной ситуации Ну Это такой же эффект Как с лежачим Полицейским Но давайте С другой стороны Зайдем У нас в основном Жалобы-то идут Не только от водителей Которые проживают В домах Рядом С этими Шумовыми полосами Надо еще Проверять уровень Шума Вот мы по поводу Как раз этого И обращаемся В прокуратуру Чтобы проверить Проверку Насколько Шум От шумовых полос И от таможения Транспорта Влияет на Жизнь Жителей В ряда Ну Которые Рядом С шумовыми полосами Угу У меня просто Есть некоторые опасения По поводу Замерения Замеров этого шума Вполне возможно Что замерять их Будет каким образом То есть машина Будет подъезжать К шумовой полосе С той скоростью Которую предписывает Эта шумовая полоса Машина снижает Скорость движения Без проблем Проезжает эту шумовую полосу И соответственно Никакого уровня шума При должном соблюдении Водителям правил Дорожного движения Не получается Еще непонятно Какая будет машина То есть Одно дело Если это Извините Хорошая иномарка Проеду Которая все как следует Прикручена А другое Если это там Не знаю Или какой-нибудь Грузовичок Они же по-разному Грохочут Не будут же гонять Через эту шумовую полосу Разные виды машин Во время проверки Нет Ну это конечно Я с вами соглашусь Поэтому у нас Сколько людей Столько мнений Если В администрации А именно подрядчик Все установил В рамках Требований И нормативов Понятно что Никто эти шумовые полосы Не демонтирует Будут ссылаться На несоблюдение Правил Должного движения Водителей Когда происходит Большой шум Потому что там Знак ограничения Если я не ошибаюсь Там 20 км в час Должен стоять Перед подъездом Шумовым полосам Константин 30 секунд И еще один вопрос Ваше предложение То есть Старые добрые Лежачие полицейские Как альтернатива Или что Или еще Что-то есть Мое предложение Как мы с вами уже сказали Это использовать Различные способы Для ограничения Движения транспорта Если От жилых домов Далеко То можно использовать Шумовые полосы А если Где-то в черте города И где рядом Жилой квартал То надо использовать Лежачие полицейские Либо знаки Ограничения Движения транспорта И камеры И камеры И камеры Конечно Пару писем счастья Придет Камеры прежде всего Спасибо большое Константин Это был Константин Сичихин Руководитель рабочей группы По контролю За ремонтом И содержанием дорог Член общественного совета При федеральном дорожном агентстве Сворачиваем Первый час разворота Во втором часе Слезы Алерт Будем говорить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова